А знаете ли вы, что дом становится еще уютнее, если в нем живет аромат свежеиспечанного хлеба? Всем привет! Это интернет-магазин Фотос, я Юля. И прежде чем влезать на диван с киношкой, свежезаваренным чаем и кексом, этот кекс нужно предварительно испечь. Делать мы это будем сегодня с помощью клевопечки ДЭКС-507. Шоколадный хлеб с орешками и сухофруктами, прямо как кекс. Но гораздо быстрее. Хлебопечка меня изначально удивила тем, что я не нашла про нее ни одного плохого отзыва. Все пишут, что она замечательная. Я думаю, ну разве так бывает, чтобы никто плохо хлебопечке не сказал? Нет, ну вы изъяна не нашли. Оказывается, бывает и еще как. Один плюс из многих приятных, которых я нашла буквально сразу же, разместился в книжке рецептов дефис инструкции. Это рецепт шоколадного хлеба. Он настолько вкусный, настолько потрясающе легкий, что... Ну вот мальчики, пока мы эту хлебопечку тестировали, три дня подряд его заказывали и каждый раз съедали и ни с кем не делились. Очень просто, очень легко, очень вкусно. Для этого вам нужно собрать все ингредиенты, которые написаны на экране и ринуться в бой. Повторюсь в сотый раз. Приготовление хлеба это как математика. Тут нужно отмерять все точно, а не в творческом хаосе закидывать в ведерко муку и сахар. Тем более в книге все измеряется в мерных стаканах и ложках, которые, между прочим, идут в комплекте. Тут же в комплекте идет нож. И прошу заметить, от других хлебопечек, которые десятками стоят у нас в студии, ни один другой нож не подошел. Так что берегите его, как зеницу ока, потому что Декс нуждается в своем фирменном ноже и ни в каком другом. Понеслась. Панель простая и логичная. Кнопкой меню вы выбираете необходимый номер программы и мы лично возвращаемся в начало, потому что нам нужна первая. Цвет корочки на ваш вкус. Размер хлеба, исходя из рецепта, ну и чувство голода. Заметьте, в отличие от других устройств, здесь тоже только два размерчика. 750 и 900. Кнопка таймера вам пригодится в том случае, если вы хотите отложить процесс приготовления часов эдак на 13, к примеру. Но нам она не нужна, мы-то прямо сейчас хлебушек хотим. Так что нажимаем старт и идем отдыхать. Важная информация, если вы ленитесь ручную замешивать тесто, говорить на плите, варенье, открывать духовку, чтобы испечь тортик, то хлебопечка все-таки ваш лучший друг. Потому что со специальными программами вы хоть каждый день сможете готовить джемы всех сортов, замешивать тесто на пиццу, пирожки и даже пельмешки для себя и своих соседей. И у вас еще останется парочка программ для приготовления десертов, кексиков и еще одна для выпечки. Ну, это чуть больше, чем ты ожидаешь получить от хлебопечки. Если желаете добавить в тесто какие-то ништячки, то делайте это сразу, потому что ни специальных сигналов, ни диспенсеров у нее нет. А крышку открывать в процессе приготовления строго-настрого запрещено. Помните, конечно же, и про температуру в комнате не ниже 15 и не выше 35 по Цельсию. И если в вашем районе проблемы с электричеством, то 10-минутная память этой хлебопечки вас и ваш хлебушек спасет. Во время перебоев с электроэнергией она работать не будет, а через 10 минут стартанет с того момента, на котором остановилась и ничего страшного с хлебом не произойдет. И вообще, что это я вам тут все рассказываю, рассказываю, когда в комплекте есть очень доходчивая книжечка, в которой написано все-все-все-все-все, еще чуть-чуть. Даже есть вкусные рецепты с полезными, ценными советами. Работает негромко, но поначалу издает такие странные звуки во время замешивания, как будто эта машина заглохла. Но в целом никакого дискомфорта не ощущается, ее вы практически не слышите, а она работает. Очень долго смеялась, когда прочитала на сайте в художественном описании хлебопечки текст от компании-производителя. Они говорят, что если у вас дома нет ничего сладкого и нежданно нагрянули гости, то в режиме приготовления быстрого хлеба можно приготовить вкусный сладкий хлебушек. И в процессе приготовления развлечь своих гостей тем, чтобы предложить им позаглядывать в окошко, понаблюдать за тем, как хлеб готовится. Ох и выдумщики, вот я, когда иду в гости к друзьям, рассчитываю как раз на то, что можно будет позаглядывать в хлебопечку. И если хлеб они в этот день не готовят, то в гости к ним не иду. Да и вообще, если у вас хлебопечки нет, то в гости к вам я тоже не прийду. Вот так вот. Несмотря на то, что чувство юмора у разработчиков уж очень специфическое, хлеб в их хлебопечке получается потрясающе вкусный. Без комочков, хорошо пропеченный, со всех сторон одинакового цвета и высоты. Я его до обзора раза три готовила. Ребята из офиса просили приготовить чуть ли не каждый день. Хлебопечка в офисе стала прямо-таки любимицей за счет своего козырного рецепта. Лично мне нравится, что за 550 грилем вам привозят домой добротную технику, которая может вас порадовать и хлебом, и кексом, и вареньем, и даже пельмешками. Но помните, что ваш выбор всегда остается за вами. А еще булочки сарачи с его маслом, кунжутом, хлебушек луковый, грибной, молочный, клюквенный, апельсиновый, банановый, вишневый. Вот бы еще был хлебушек с лайками и подпиской. Субтитры подогнал «Симон»!